В Хабаровске прошло всероссийское тренировочное мероприятие перед началом досрочного единого государственного экзамена. Его участниками стали более 70-11 классников. Они выполнили работы по биологии, английскому языку и информатике. Площадкой для проведения пробного экзамена выступил Краевой центр образования. Для выпускников изменений в процедуре сдачи экзаменов нет. Как и в прошлые годы ЕГЭ по английскому языку и информатике проходит с использованием стационарных персональных компьютеров или ноутбуков, на которых установлены необходимые программы. Ответы сохраняются на компьютере. Особенностью тренировочных мероприятий заключается в том, что одновременно проходит тестирование системы видеонаблюдения, в котором задействованы все аудитории и штаб пункта досрочного периода, рассказали в региональном министерстве образования и науки. В ведомстве напомнили, что сейчас при проведении единого государственного экзамена экзаменационные материалы поступают по сети интернет. Сканирование бланком с ответом происходит непосредственно в аудиториях. Это повышает информационную безопасность при проведении экзаменов, сокращает риски утечки экзаменационных материалов, упрощает их доставку, что особенно значимо для труднодоступных и отдаленных территорий края. В ходе тренировки обеспечено своевременное получение интернет-пакетов с материалами единого государственного экзамена в зашифрованном виде. Прохождение технической подготовки и контроля технической готовности добавили ведомстве. Досрочный период ЕГЭ с участием выпускников текущего года и студентов техникумов и колледжей будет проходить с 22 марта по 22 апреля. Основной этап начинается 23 мая и завершиться 1 июля. Всего для сдачи единого государственного экзамена в Хабаровском крае зарегистрировано 5666 человек. Напомним, что в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президента России Владимир Путин заявил о необходимости предоставить выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов по их выбору для улучшения результата. Эта пересдача должна проводиться в том же году, когда выпускники сдали экзамены до завершения сроков подачи заявления на приемы вузы. Роскомнадзор готов в кратчайшие сроки внести изменения в порядке и расписание проведения ЕГЭ, чтобы предоставить возможность выпускникам пересдать один из экзаменов, а также обеспечить техническую реализацию данного предложения.